Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными авторами. Французский художник Теодор Шассерио. Переводная википедия, цитирую под ней. Теодор Шассерио, французский художник, родился в Санто-Доминато, одном из антийских островов в 1819 году. Отец его происходил из обеспеченного, крепко стоящего на ногах рода. Предки владели торговыми судами. Через три года после рождения маленького Тео семейство перебралось во Францию. Отец же Тео, виноват Шассерио, обратно отбыл в Вест-Индию и с тех пор лишь изредка появлялся в кругу семьи. Его удерживали обязанности консулат острова Сен-Томас, а затем Пуэрто-Рико. Тео отдали в дешевый пансионат. Здесь он увлекся рисованием. Мать не противилась его увлечениям и всячески поддерживала его. Особенно серьезно отнесся к дарованию отец до седых волос, оставшийся романтиком в душе. Когда будущему художнику минуло 12 лет, он начал посещать мастерскую Энгра. По счастливому стечению обстоятельств у него учился один из родственников семьи Шассерио, который помог устроить талантливого подростка ученики незнаменитому мэтру. Энгра часто ставил его в пример другим своим ученикам, говоря, что этот ребенок – будущий Наполеон в живописи. Теодор, в свою очередь, просто обожал Энгра и домашним часами приходилось выслушивать его восторженные рассказы о великом мастере. Учение закончилось с отъездом Энгра в Рим, куда он удалился после провала своей картины «Мучениства святого Симфариона». Но из Рима он продолжал, первым же в письмах, заставлять Шассерио. Шассерио отвечал и подписывал письма «Ваш преданный ученик». Вскоре Шассерио попал в круг молодых людей, которыми всеми фибрами ненавидели продажную современность, но выражали свой протест гораздо проще отчаяния, чем он. Они третировали общественность тем, что предпочитали желтые футуистические кофты, нестриженные волосы, ну и так далее. Бессемейные нищие, они жили почти коммуны, пренебрегая государством и обществом. И те, кто состоял в этом богемном братстве, учили свои дни печально и безызвестно. Однако вышли из него и такие знаменитые деятели французской культуры, как Жерарде Нарваль и Теофиль Готье. Стео Филь Готье Шассерио сошелся на всю жизнь, всем сердцем восприняв его учение о том, что истинный художник должен забывать свои страдания в красоте. Конечно, семья художника небезопасно смотрела на его друзей, особенно опасался за нравственное здоровье Теодора и его мать. Нужно отметить, что все женщины в семействе были очень набожны. Молодой живописец долго разрывался между привитой с детских лет религиозностью и бесшабашной идеологией своих новых товарищей. Но в конце концов он пошел третьим путем, отойдя от этой коммуны, он и не вернулся и в луны семьи. В 1836 году Шассерио впервые выставил свою картину в салоне. Это была работа прокляты Каина, которая снискала одобрение жюри. После своего триумфального дебюта Шассерио почувствовал себя уже настоящим живописным в кавычках и через несколько месяцев отправился за впечатлениями в Бельгию. Однако следующие его религиозные работы не были приняты в салоне. В 1840 году, получив гонорар за алтарную картину «Христос» в Кевсиманском саду, Шассерио смог осуществить свою давнюю мечту поехать к Кенгру в Рим. Но долгожданная встреча обернулась разрывом. «Мы никогда не сможем понять друг друга. Он не имеет ни малейшего представления об идеях и переменах, произошедших в искусстве нашего времени, и совершенно не знает новых поэтов». В салоне в 1836 году было выставлено шесть его картин, четыре из которых портреты ныне находятся в Лувре. В то время, которое Шассерио провел в Италии, пошли ему на пользу. К этому времени семья живописца заняла относительно прочное положение в обществе, и он смог войти в круги, о которых до этого, в общем, имел лишь самое неясное представление. Среди новых светских знакомых была такая экзотическая персона, как Халиф Константин Али бен Ахмед, перешедший на сторону французов и зато награжденный орденом и приглашенный в Париж. Большой конный портрет, написанный с него Шассерио, был показан в салоне в 1845 году. И очень понравился Халиф. Он пригласил художника к себе на родину, где обещал сполна расплатиться с ним за труды. Осенью 1846 года Шассерио прибыл в колонию. Он находился здесь два с половиной месяца, и за это время успел близко познакомиться с бытом алживских арабов и евреев. И вывезенные отсюда ориентальные впечатления хватили ему до конца жизни. К сожалению, современники мало оценили восточные картины Шассерио, найдя, что он подражает Делакруа. Упреки раздражались Шассерио, вводили из себя. Страдал он от своего душевного недуга. Современники вспоминали, что живописец с день от дня становился все терпимее, грузгливее, жестче. Он изводил знакомых жалоби на то, что его обходят наградами, несправедливо, недоплачат его гонораров. Даже последняя подруга Шассерио, княгиня Конткузин, впоследствии она станет женой Пьюиде Шавана, не смогла обличить его страдания. Смерть неутолимо приближалась к нему, и он все больше отдалялся от родных и друзей. Уже чувствовал на своем лице ее холодное дыхание. В 1856 году художника не стало. Вот так немножко вкратце переводная википедия о французском художнике Теодоре Шассерио. Все, всем пока, всем привет, до свидания, смотрим картины. Субтитры создавал DimaTorzok